Ограничения, которые были введены в Кустанайской области, получили сегодня дополнительные разъяснения. В частности, было сказано, что ежедневную уборку в подъездах ПКСК должны проводить обычными дезинфицирующими средствами. Так называемая спецуборка нужна лишь в исключительных случаях. Если же возникает такая ситуация, что в данном доме, в данном подъезде будет выявлен больной, тогда, согласно данному же постановлению, работники Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы прибывают в данный подъезд, он считается у нас уже очагом, и проводят дезинфекционную обработку при помощи специального оборудования, специальных препаратов. Если в доме живут люди, которые контактировали с больным коронавирусом, но при этом не имеют никаких симптомов болезни, то спецобработки подъезда не требуется. Еще одно правило касается ношения масок, причем не только в общественном транспорте, но и на улице. Теперь это обязательное правило, нарушение которого грозит наказанием. Нарушители ссылаются на отсутствие масок в продаже. На мой взгляд, такая, по-другому не могу ее назвать, отговорка, условно просто нежелание носить маски. Виновны будут применены меры административного воздействия со стороны сотрудников полиции, а в случае наступления необратимых последствий данные виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Мерами административного воздействия назвали арест на 15 суток. Такое наказание может грозить тем, кто не носит маски на улице. Необратимые последствия, которые принесут более жесткую ответственность, подразумевают заражение окружающих коронавирусом. Еще одно дополнение касается установки санитарных постов, которые стали появляться на выездах из Кустаная. На сегодняшний день завершается установка семи блокпостов, или как правильно их на сегодняшний день называть, санитарных постов. Три из них уже установлены городом Кустаная, и они уже готовы к работе. Четыре блокпоста завершают устанавливать Кустанайский район. Сегодня с 22 часов все санитарные посты будут начинать свою работу в круглосуточном режиме. Санитарные посты не будут ограничивать движение транспорта, но они будут проверять температуру у каждого, кто пересекает границу города. Пока для этого станут использовать обычные градусники. Но с середины следующей недели сотрудников оснастят тепловизорами для бесконтактного замера температуры. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН.